Всем привет! Решила вам показать, какая у нас божественная и прекрасная погода, прям вот в начале влога. У нас уже неделю просто вот это вот, и честно говоря, ну как-то для практически середины июля, ну безрадостная погода, и ничто не светит нам в конце туннеля, ну ливень льет каждый день, и причем как бы не просто какой-то такой моросящий типичный питерский дождь, который можно пережить, когда какой-то там теплый грибной, ну летний дождь, а у нас идет реально такой ливень, что когда показывают всякие репортажи по Первому каналу, что где-то кого-то залило, где-то прорвало дамбу, там наводнение какое-то начало, невольно думаю, что не начнется ли оно у нас в Санкт-Петербурге, вот, и потом покажу в чем, ну в принципе вот даже видно здесь в стекле мое платье летнее, как-то я совсем не по погоде оделась, с утра просто солнышко чуть-чуть светило, и ничто не предвещало, как говорится. У нас наконец-таки выглянул солнышко после этого ужасного дождя, и заодно еще мне привезли наконец-таки посылку, так что будем сейчас раскрывать. Здесь у меня посылка из магазина Манго, потому что мне очень понравилась одна вещь, но ее уже в Питере не было, пришла заказывать с интернет-магазином. Вот сейчас будем скрывать. Ну вот, собственно, как выглядит внутри, тут они написали Манго, все свои бренды. Что это такое? Что такое черное? Слушайте, я даже не знаю, что это такое. Ладно, не важно. А вот у них сама моя вещь упакованная, даже с вешалочкой. Ребята, прям вообще. Мне бы понравилось Манго вещи заказывать. Ну, потом померю, покажу, что я тут заказала. Но на самом деле упакованная вообще обалденная, незамеренная, не порванная, не выдранная. Ну, на самом деле я мерила, но у нас в галерее остался последний, вот в самом маленьком размере, вот этот вот, что я заказала. У меня просто XS размер. Вот он остался последний. И выдрана у него была одна причина, то есть это комбинзон, да. И была разодрана одна штанина, потому что кто-то, видимо, ногу пытался запихать, но она не запихивалась. Вот. И, конечно, очень было обидно. Вот заказала себе, он чистенький, наверное, новый, никто его даже не мерил, я прям вообще, прям в предвкушении, когда я это все раскрою дома, посмотрю, померяю. Сейчас, допустим, когда я еду до дома, перекушу и поеду в зал, потому что сегодня у меня будет нормальная тренировка наконец-то. Вот, потому что у меня просто тренер, она болела. У меня не было одной тренировки. Но она поправилась, слава богу, и теперь я перестану быть ленивой сосиской и буду как-то нормально тренироваться. Но на самом деле это не я ленива, это множество факторов, в частности погода такая. Я очень медицинозависимый человек, мне очень тяжело, у меня прям дождь иногда вызывает такие дикие адские гаммы и боли, и мне так плохо, что я просто не то что работаю... Я работать не могу даже элементарно, пока там не выпью какую-нибудь таблетку или не попью кофе, либо еще что-то. А тут эта погода трудская, у меня еще и на работе самый такой жесткий период. Поэтому все это сложилось, что уже как бы получилось так, что она не смогла меня тренировать, и я как-то так сама пришла, немного на расслабоне, еле-еле поползала, что-то подергалась и ушла домой радостно. Ну как радостно? Совсем безрадостно, на самом деле. Потому что я как-то привыкла, что если приходить на тренировку, то я должна прям вот отработать, а тут так не получилось. Я уже дома пришла после тренировки, решила вам показать наконец-таки все-таки, что купила в манго, пока у меня готовится там кушать. И вот сам комбинзон мерить, наверное, не буду, уже включу его, наверное, в покупки одежды, которые, может быть, выйдут. Не скажу, что в ближайшее время, но я планирую собрать, вот собрать несколько покупок таких, ну как в прошлый раз там, и сделать видео, отзыв, где купить, что купить, с чем комбинировать, что-то вот такое хочу сделать. Ну он с завышенной талией, то есть вот там вот корсет получается здесь у нас, завышенная талия, здесь пудико, как у кенгуру за счет вот этих кармашков, и широкие брюки. Не знаю, мне очень понравилось, очень элегантно, очень круто смотрится. Ну он такой более выходной, вечерний, мне кажется, потому что на каждый день корсетные вещи запаришься носить, потому что не вдохнуть, ничего не сделать. Кстати говоря, да, он у меня без лямок, здесь прилагаются, в принципе, съемные лямки, если мне понадобится. Мама говорит, что надо носить с лямками, я считаю, что весь вид теряется, когда такие вещи носить с лямками, мне больше нравится без лямок. Вообще очень круто смотрится, я померила, единственное, что у меня самый маленький размер, и видимо вот как раз в этом случае я попала прям между размерами, потому что эска мне большевато будет, а этот мне как-то так слишком плотно. Всем доброе воскресное утро, и субботы я, к сожалению, не пропустила, ничего не снимала. Ну, зачем ты это делаешь? Короче говоря, субботы у меня с вами не было, причем потому что снимать было нечего, по сути, потому что с утра у нас была отвратительная погода, как-то я уже встала такая без настроения, еле живая, пошла еще на йогу, йога просто меня вот убила. И я пришла, и уже у меня как бы состояние такое было, я даже планировала все, что снимать именно для канала, такие нормальные видео, то есть нужно было подготовиться, там, я, в принципе, зарядила даже камеру, ну вот просто встать и сделать, я понимала, что у меня не получится, а даже если получится, то потом я все равно это буду переснимать. Зачем, как бы, я как бы смогла только какие-то такие хозяйственные свои дела сделать, и это единственное, что у меня хватило. Собственно, я думаю, что не самое интересное для вас показывать, как я мою пол и пылесошу, поэтому решили мы обойтись без съемок. Вот, сегодня с утра, да, я тоже так подумала, что надо было поснимать, ну вот, но вот тоже была не судьба, потому что Сульфан был разряжен, вот. А там было очень-очень интересное событие, потому что закончилась мука, я делала обычные блины, я решила, что да, это шанс начать жить, скажем так, с нового листа и сделать правильные блинчики в первый раз в жизни из мяной муки. Ну, честно говоря, даже, наверное, к счастью, что телефон был разряжен, потому что если бы я показала это на канале, то у вас бы закралось бы такое... Не то, что это сомнение, не то, что даже тень сомнений, а мы просто как бы... Навсегда было бы на мне клеймо без рук и просто я не знаю, кого. Вообще, в принципе, блины это одно из самых таких блюд, которые у меня получаются, всегда все у меня хорошо с ними, но сегодня и был явно не мой день, я встала без той ноги. А тем более с льняной муки, ну, там... Там уж что-то такая жесть, честно. Так что ПП-блинчики пока не мое, вот. И я думаю, что после этого я вряд ли буду в ближайшее время пытаться готовить, там, из овсянки, еще из чего-нибудь. Поэтому сбегали мы за мукой, за молоком, сделали нормальные, жирные, вкусные блины русские, да, нормальные, такой чугунные блиницы, ой, там пакетики, да. И было у нас вкусное, жирное, блинное утро. Поэтому... Но благодаря тому, что мы возились с этими блинами, все это растянулось наше утро на несколько часов, и только сейчас в полосли 4 часа из дома. Вот, едем в Мегу, едем в кинотеатр Меги на третьего лишнего, вот, да. Ну, нужно как-то поднимать свое настроение, вы видите на заднем фоне наше небо. Я просто... Я называю такие дни погод... Супер дни, да. Сегодня супер дни. Уже неделю супер дни. Собственно, питерская погода просто вот... Не то, что даже нагло намекает, она просто кричит о том, что, ребята, лета в этом году у вас не будет. Отвратительно просто погода. Это голова, вот у меня лично голова просто... Она как-то такая, знаете, какая-то глиница чугунная. Стукнешь и такой глиг в этом... Вот, внутри. Пустоты. Пустоты. Почему пустоты сразу? Все у меня там есть, что надо. Мне просто голова болит, у меня болит спина, я вообще вся какая-то... Пустоты. Пустоты. Спина уж точно у меня не забит. Пустоты болит. но это единственное что меня веселит эта песенка на парковке да вот смотрите красавица мужчина кстати говоря напишите мне пожалуйста пойдете ли вы на нового терминатора или же не уже дома сейчас будем кушать отдыхать вот собственно погода у нас все ухудшается ухудши погода все у нас ухудшается ухудшается потому что пока мы ехали уже на петровском начался дождь там идет матч по моему зенит динамо там же начался дождь пока мы ехали он уже у нас начал крапать отвратительная погода в петербурге назвал ее комментатор типичное для лета плюс 12 в петербурге вот все на этой очень радостной прям безумно позитивной ноте хочется закончить кстати говоря да тет нам понравился третий лишний не знаю честно если вы фанаты скажем так такого жанра не очень умных комедий и если вам иногда хочется чего-то такого чтобы мозг реально полностью отдохнул да идите смотрите если вы безумный серьезный интеллектуал жизнь трен и так далее не надо потому что у нас сидел рядом молодой человек который пытался два раза по умничать это выглядел еще смешнее чем сам фильм вот все всех вас люблю целую до скорых встреч в следующих видео